Всем привет, ребята! С вами я, Мега, и на этом превью вы видите откомпилированную версию нашей игры. И на ней я вам продемонстрирую то, что мы сделаем в этом видео. Это хп-бары нашим юнитом, как вы можете видеть, спецэффект нашего патрона, как он летит, и нотаргет атака в ауе с вот таким небольшим типа ударом об землю. И так, приступим. Итак, первое, что нам нужно, это найти нам специальные картинки. Идем в поиск картинок в Яндексе, пишем images.yandex.ru. Попадаем мы на поиск картинок в Яндекс, пишем циркл, циркл, крэк, 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 текстюр. И у нас появляются вот такие текстуры всяких разломов, трещин и так далее. Мы же ищем себе подходящую. Полистаем, полистаем. Ну, не знаю. К примеру, возьмем вот такую. Выбираем размер. Сохраняем куда-нибудь. После чего, открыть ее нам нужно непосредственно в Photoshop. И либо в другом каком-нибудь редакторе, где можно работать со слоями. Чтобы нам... Где находим нашу картинку? Переносим. Ждем, пока откроется. Со слоями нам нужно, потому что... Мы будем рисовать сейчас все это сами. Создаем новый слой. Создается он вот этой вот иконочкой рядом слева от корзины. Выбираем цвет белый. Выделяем наш фон. Увеличиваем, как нам нужно. Выбираем кисточку и начинаем рисовать. Рисовать нужно примерно круг. Чтобы... Ну, просто примерно круг. Я рисую круг. И начинаем рисовать по вот этим самим линиям. Не обязательно прям по линиям рисовать и ровно. Ведь разломы не бывают ровные, как мы знаем. Так, что-то типа этого. Сильно лучше в такие вот пространства не заполнять здесь чем-нибудь. И между линиями оставлять какой-нибудь проем такой. Дабы... Дабы... Просто у нас будет создаваться... В партиклах... Будет создаваться несколько таких картинок. И они будут накладываться друг на друга, только с разным поворотом. И это может иногда криво получиться. Точнее не криво, а будет как-то некрасиво смотреться. Отключаем. В принципе, здесь нихрена не видно, но да ладно. Выбираем наш слой. Выбираем инструмент выделения. Жмем Ctrl A, Ctrl C, а потом Ctrl N. И выбираем 256, к примеру, на 256. И вставляем. Ничего не видно. Выбираем нижний слой, то есть фон там написано. Выбираем инструмент заливки и заливаем. Вот смотрим. Примерно такая у нас сейчас текстура будет разлома. Думаю, сойдет. Хотя можно взять кисточку белым цветом, подкрасим. Но да ладно. Отключаем фон. Нажмем сохранить. Как выбираем? PNG. И называем ее как... Блин, да. Крэ... Крэк. Я же сохраню на рабочий стол. Сохраните куда вам удобно. Так, идем в Unity. И, наверное, просто перетащим в папку с текстурами. В TextureType, тип текстуры выберем Sprite 2DE. Выберем подходящий же размер, это 256. И смотрим, что у нас появилось. Вот. Ну, в принципе, здесь ни хрена не видно. Теперь создаем частицы. Идем в GameObject. Particles. Жмем на гайку. Перемещаем в 0.0 позицию. Чуть-чуть, наверное, нужно поднять. И вот. Вот она наша система частиц, на которой и делаются эффекты. Вот тут ее настройки. Как видим, их немало. И тут еще вот выпадающие списочки всякие с настройками там. И так далее. Объяснять все их я не буду, наверное. Только те, которые изменяю. А посмотреть их перевод можно в официальной документации по Unity. Это официальная переведенная документация. Ну, хоть не вся. Вот. Увидим, что некоторые слова тут не переведены. Вот здесь вот видно, что именно переведено. И вот здесь, собственно, перевод. Вот. Duration. Это там продолжительность времени, в чечении которой будет работать система частиц. Или looped. И так далее. Start, side. Начальная скорость каждой частицы в соответствующей ей направлении. Вот. Видим. Это перевод только вот этих вот значений. А выпадающие списочки можно опуститься ниже. Здесь посчитать еще какие-нибудь детали. Нажать на вот эту штуку. Жмем на эту стрелочку. Идем дальше. У нас Emissive Mode. Смотрим. Emissive Mode. Вот он. Emissive Mode. И по картинке можно сразу ориентироваться. И вот его на перевод. Здесь перевод. Какие-то его детали там и так далее. Жмем далее. Смотрим, что у нас далее. Далее Shape Mode. Смотрим Shape. Вот он. Также на картиночке видим. Все соответствует. Переведено. Не все. Вот видим непереведенную надпись. Но этого достаточно, чтобы начать делать какие-то спецэффекты. Просто кликаем по этой штуке. И у нас идет дальше документация по всем выпадающим спискам вплоть до Render. И описание вот этих вот. Ссылку на эту документацию я дам. Можете почитать, кому интересно. Я думаю, всем будет интересно. И все почитают. И будут делать свои собственные крутые спецэффекты. Так. Идем в первое в Shapes. Отключаем Shapes. И смотрим, что у нас происходит с частицами. Они начинаются в одном направлении выпускаться. Теперь. Скорость. Ставим 0. Видим то, что они вообще теперь на одном месте создаются. Время жизни. Ну. В единицу, наверное, поставим. Размер 0.1. 2. Ну. Поставим 1. Переходим вниз. Рендер. И мы забыли сделать наш материал. Идем в паку prefab. Где мы делаем префабы? Соберем ему паку. Назовем particles. Где будет префабы с нашими системами частиц? Хразу назовем ее. Пээээээ... Не знаю. Вот так, наверное, и назовем ее. И создадим ей префаб. Наверное, надо сделать папку специальную для нее. Крэк. Вот так вот назовем. И переместим туда. Для каждого спецэффекта будет своя папка, чтобы было удобнее. Они набрасывают сюда кучу материала и текстуры. Будем это все делать в нужных папках. Create. Новый материал. Correct. Так и назовем, наверное, материал. Это без разницы. В шейдер выбираем Particles Alpha Blended. И находим нашу текстуру. Кликаем на Non-Texture. И куда-то исчезла. Оказывается, по самой этой не кликается. Надо именно на Select кликнуть. Не замечал раньше. Муж постоянно кликал по Select. Находим нашу текстуру. И смотрим, как изменился наш материал. Ну, в принципе, вообще похрену, как он изменился. Также начнем от шейдера. Если вы делаете на более, как бы, слабое железо, либо на телефон, все вот эти вот шейдеры, FX, GUIMA, Nature's, Particles, все есть в Mobile, во вкладке Mobile, и здесь ищем. Вот есть Particles, Additive, Alpha Blended, Multiply и так далее. Эти шейдеры, которые находятся в Mobile, они более упрощены и, как бы, меньше живут ресурсов компа. Так как мы делаем на PC, нам срать вообще на железо. По-моему, у всех сейчас современное железо термоядерное. Не знаю. На это наплевать. Ну, если у нас что-то будет хреново работать, мы, конечно же, это все дело подправим и так далее. Идем в нашу систему частиц, также во вкладочку Render, кликаем по ней, она раскрывается и выбираем в Materials, выбираем наш материал, который мы сделали. Либо просто переносим его сюда и смотрим то, что у нас появилась вот такая хрень. В Render Mode. Идем в Render Mode. Render Mode это, как бы, как будут, не знаю, частицы, что ли, как они будут. Одна частица, наверное, как будет отображена в сцене или что-то типа этого. Ну, не важно, тоже там почитайте. Mesh вместо куба идем сюда и выбираем Quad. Смотрим, теперь у нас вот такая штука получилась. Quad это, ну, обычный Quad, один элемент. По-моему, Render Mode закрываем. Идем в Emissions. Жмем на плюсик рядом. У нас создается такая штука. То есть теперь вот это значение не будет, по-моему, работать. Да, оно не будет работать. Здесь возьмем 30. Время жизни 0,8. И один цикл в секунду. И частиц 30. Здесь это количество частиц, которых будет создано вне... Вне зависимости от порядка создания. Все частицы, которые создаются, если мы не жмем плюсики, у нас не появляются два таймера. Мы указываем количество этих частиц здесь. И они создаются как бы по очереди и начинаются и спускаться. Мы же жмем на плюсик и здесь сказываем количество частиц. Они будут создаваться не в совместимости от порядка. Это, думаю, понятно. Идем в Start Rotation. Это... Куда она будет повернута при создании? Жмем на вот такую маленькую стрелочку вниз. У нас появляется выбор константа, либо константное значение, то есть одно, либо кривая. Мы можем настроить кривую, либо рандом между двумя константами, либо двумя кривыми. Возьмем константами и впишем здесь 360 вплоть до 360 будет повернуто. Ага, смотрим, что у нас тут появилось. Пишем Max Particles примерно 2, наверное. 3, 10. Это количество... Максимальное количество в сцене получается Max Particles. Точнее, одного партикла. Не всех, если у нас несколько эффектов там, это не на все распространяется, только на текущий эффект. Ну, сделаем 2, наверное, и потом посмотрим, как это. Start Color это стартовый цвет. Возьмем, наверное, какой-то красненький. Можно взять черный. И тут сейчас наступает у нас магия. Color... Ищем Color, Color Over Lifetime. Цвет во время жизни частицы. То есть, когда частица... Цвет в ее... В ее... Время жизни. Как бы так вот. Жмем по верхней штучке. Это альфа-канал. Это цвет. И альфа. Альфа-канал немножко уменьшаем. И смотрим, что у нас получается. Ну, уменьшаем до нуля, наверное. Смотрим. И видим, наступает у нас... Вот такая вот магия. Здесь можно поменять цвет какой-то там. Так. Не будем трогать. Вот это, по-моему... Не знаю. Цвета как-то здесь. Цвет, наверное, здесь. Возьмем красный. Отсюда одни черные. И отсюда черные тоже уберем. И видим. Наш спецэффект. Прекрасно работает. Теперь нам нужно создать тот самый... Бум! Пыль. То есть, когда ударяется, поднимается стол пыли и улетает в разные стороны. Так. Думаю, сей. Для этого кликаем. Ну, он сейчас выберет. Выбираем наш объект. Жмем по нему правой кнопкой мышки. Здесь, к разу же, есть, короче, дублирование вот этого меню вот. Вот этих вот элементов. Именно вот этих вот. Которых я курсора мышки сейчас показываю. Вот этих там нету, по-моему. Выбрать префаб. То есть, он ищет. Если вы, например, улетели куда-то там. Вжмем сели ту префаб. И у нас сразу же находит префаб там, где надо. Мы же нам нужно создать нам внутри него еще одну систему частиц. Назовем мы ее, наверное, как PSDustPyль. И вот здесь нам нужно поднастроить. Сейчас будет. Идем в рендер. Ничего, по-моему, трогать лучше не надо там. Так как мы будем использовать, собственно, то, что у нас есть. Время жизни. Так же. 0,8. Наверное, отсюда и скопируем. 1, 0,8, 1. 1. А, ну здесь 0. Но нам здесь не нужно 0. 5 так и сделаем. 0,8. Здесь нам, по-моему, побольше. 0,3 где-то. Так же так. И перейдем в Emission. Так же жмем на плюсик. Так. Здесь 0. Указываем 0. И смотрим, что у нас получилось. Жмем 1 секунда на 1 итерацию. Bumps, Bumps. У нас летят частицы. Нам не нужно, чтобы они летели. Идем в Shape. Это и есть как бы как создаются частицы. То есть куда они летят. Они сейчас летят по вот такому конусу. Вот здесь конус указан. И вон и угол. Радиус. Выберем круг. И смотрим. Теперь частицы летят в стороны. Как можно заметить. Настроим круг по нашему спецэффекту. Конечно же. Теперь тут есть такая галочка. Имейт From Age. То есть создавать частицы от вот этих вот самых наших краев. Age. Сетки как бы. Жмем на нее и смотрим. У нас частицы начинают создаваться именно вот от этого вот. Наверное еще чуть-чуть поменьше сделаем. Вот так вот. Или даже вот так вот. Здесь есть галочка Random Direction. Они в родном направлении будут создаваться. Но нам это не надо. Переходим сюда. Так. Здесь указываем наверное 50. И здесь 50. Даже можно 100 сделать. Более такой насыщенный эффект получается. Что же дальше можно сделать нам. Слишком далеко летят. Слишком далеко летят. Это нам надо исправить. Поэтому мы время ихней жизни начинаем потихоньку уменьшать. Где-то. Нет. Даже так очень большой. 0. Даже 1. Ну где-то вот так вот. Настроим цвет примерно как там. Ну у нас был. У меня был красненький. Также цвет во время жизни. Возьмем альфа канал. Уменьшим до нуля. И получится вот такой вот. Буф-буф. Ну типа пыль напоминающая что-то. Только магическую. Ну наверное оставим так же белый. Только альфа канал заменим на 0. По-моему даже немножко лучше получился эффект. Чем собственно на превью. Ну все. В принципе по такой схеме. Я всего лишь. Прочитал. Вот эту документацию. Просто зная как примерно строится. Логики эффектов. Сделал вот такой вот. Неплохой эффект. Теперь нам нужно сделать эффект для самого. Так вот это отсюда удалим. Так смотрим. Там все записывается. Жмем Particle Systems. Shape. Отключаем. Emission. Max Particle ставим где-то 50 частиц. Ну в принципе нормально. Секунда. Время жизни 0.8. Я обычно. Я по-моему вообще во всех частицах ставил 0.8. Скорость 2 где-то. Смотрим как меняется наш эффект. По-моему он немножко не так как нам нужно. Здесь есть Size. Время. Размер в его время жизни. Жмем на него. У нас здесь. Есть график. Мы последнее значение вообще. И смотрим то что он такой заостренный получается. Примерно такой нам и нужен. Это же будет как бы огненный след нашего патрона. Он нам и нужен. Выбираем ему цвет. Также в цвет во время жизни. Время жизни в цвет точнее. Даже вот так вот. Бум. Альфа-блендед. Ну цвет мы здесь уже ни хрена не изменим. Вот примерно вот такой вот огонек. Наверное. Только его на изначальный Size сделаем поменьше. Меньше. Два. Три. В принципе это надо подгонять значение под наш сам пидс эффект. Точнее под размер нашего объекта. Идем в Tower. Находим наш патрон. Перетаскиваем его в сцену. Берем наш Particles и делаем дочерним нашему патрону. Жмем Reset Position. И приближаемся к нашему патрону. Сейчас здесь и будем настраивать наш Particles. Размеры. Можно примерно вот такой вот размер. Max Particles 25. Вот. То есть половина максимального значения. У нас еще в резерве будет 25 частиц. Нет. Слишком много. 20. Ну так же учитывайте количество частиц на то железо, под которое вы делаете. Но если у вас там супертермоядный компьютер, то вот эти значения там тысяч по десять не надо выставлять. И у вас, например, будет 60 FPS, а у людей послабее, которых даже на ПК у них будет. Ну, это на оптимизации производительности самой игры скажется очень хреново. Назовем его как просто... Я не знаю, как его назвать. Просто Fire. Так и назовем. Огонь. Жмем. Аплей сохран... Применяем к нашему... Смотрим. Огонет сохранился. Все окей. Так. Ну, в этом видео, наверное, пока все. Разделено, наверное, будет на две части. Сейчас в следующем части мы сделаем хп бары. И на таргет атаку. И присоединим наши спецэффекты. Так, вот как это... И на таргет атаку. И... Эфим. То! Эфим. И наior. 没事. Да. Огонет. Продолжение следует...